Цели строить технопарки нет. Это абсолютно неверное представление не очень умных и не очень образованных людей. Вы натяните веревочку, повесьте корыто. Веревочка не порвалась, корыта не упала, все, стойный транспорт состоялся, уже можно получать заказ. Смотрите, у меня деньги есть. Кто так делает. И поэтому место, оно стратегически верно было выбрано. Эмираты. Ну, экотехнопарк, это на самом деле, да, название экотехнопарк. Это на самом деле демонстрация, сертификация технологий. А любая технология, в том числе в области транспорта, она имеет рождение, развитие и смерть. Ну, как любая технология. Так вот, для того, чтобы она развивалась, а в транспорте эти технологии, ну, взять железнодорожный транспорт, авиацию, допустим, автобиодостроение, очевидно, что это срок жизни таких технологий сотни лет. И сотни лет надо показывать и демонстрировать развитие технологий. Если бы те, кто делал мобильный телефон, остановились на своем мобильном телефоне, это чемодан с ручкой весом килограмм десять и трубка с проводом. И говорят, о, я вот по мобильнику с тобой разговариваю. Если бы они вот это продемонстрировали, дальше больше ничего не создавали, то была бы вообще мобильная связь здесь. Где были бы те, кто придумал мобильную связь? Поэтому цели строить технопарки нету. Сейчас мы просто демонстрируем этапы развития технологий. Первый это демонстрационный и сертификационный полигон был в озерах, где мы моделировали фактически подвижной состав, потому что не было юнибусов, там, юникаров, юнибайков, а был ЗИЛ-131. Просто моделирую просто нагрузку. Поэтому там не разрабатывали первый подвижный состав. Да и путевая структура была представлена в одном варианте, можно сказать, сделана из того, что мы нашли под забором. Так, потому что и денег не было, и времени не было. И поэтому там цель была продемонстрировать, что струнный транспорт вообще-то может существовать. Даже как мой там бывший партнер стратегический, один из них, Сергей Полонский, говорит, ну миллиардер долларов в то время, говорит, вы, Анатолий Дарьевич, неправильно все делаете? Не так надо демонстрировать. Вы натяните веревочку, повесьте корыто. Веревочка не порвалась, корыто не упало, все, струнный транспорт состоялся, уже можно получать заказы. Это абсолютно неверное представление. Нам не надо что-то похожее показывать, нам надо показывать продукт, который же должен выйти на рынок. А рынок сейчас не такой, как был, допустим, при Форде. Кто у Форда был конкурент? Телега, тележанцы. Наверное, телегу легко победить, выиграть гонку конкурентную. А сейчас у нас кто конкурент? Мерседесы, Тойоты, Бентли, Форды, самолеты, самых современных моделей. Поезда высокоскоростные, да и обычные поезда. Трамвай, самые современные, навороченные. Вот наши конкуренты. Если мы просто покажем идею, кто же идею копит? Нам нужно показывать то, что лучше, чем то, что есть. И поэтому второй полигон тоже вот здесь, в Экотехнопарке, в Марино-Горке тоже с нуля создавался. Это все было тоже после скандала в Литве, когда это опять же была недобросовестная конкуренция, когда было там инценированное преследование и меня, и технологии, и все там было, все отняли, создали и имидж неоднозначного человека, и технологии неоднозначные. И вот с этим имиджем я вынужден был бы уехать оттуда, приехал в Беларусь, и тоже с нуля. И во многом из того, что было, мы нашли подзабор, мы тоже начали строить Экотехнопарское. Я условно говорю подзабор. Потому что для того, чтобы найти хороших поставщиков, нужно год исследовать рынок. Не все поставщики готовы поставлять свою продукцию так, потому что они не могут отдавать, допустим, там, Мерседес, там, двигатель отдаст нам в Юнибус. Не знаю вообще, что такое СКВ, тем более о нем такое говорят, для того, чтобы себя опорочить потом, или там прокат или струн, да не важно что. Поэтому было сложно это делать, и многие решения были половинчатые. Но они отвечали всем требованиям к транспорту, естественно, к нормативным требованиям, сертификационным требованиям. Но это было поколение, да, это было четвертое поколение, но оно еще было достаточно сырым тогда. Это я беру пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый год. И тогда мы построили вот эти все тестовые трассы из тех материалов, из тех комплектующих, которые мы могли найти в то время в мире. И за небольшие деньги, потому что денег у нас никогда не было достаточно. Вообще такие вещи стоят миллиарды долларов. Даже десятки миллиардов долларов. Если вспомнить, как Сименс создавал Стантропид, а это была всего лишь одна модель и всего лишь одна тестовая трасса. И не было такого разнообразия, как у нас. У нас и грузовые, и городские, и высокоскоростные, и навесные, и подвесные системы, и гибкие, и жесткие, и полужесткие. Такого разнообразия у них нет. Так вот они, чтобы создать этот бизнес, они потратили больше 50 лет и 6,5 миллиарда стоял. И теперь в Польше по большому счету неудачу, потому что взяли только одну трассу в Шанхай аэропорт. И все убедились на неэффективности этой системы, потому что в отличие от вот от ожиданий инженеров, которые проектировали, Транстропид оказался очень неэффективной системой. Я почитал даже коэффициент полезного действия, если в честь все затраты энергии, все потери энергии от электростанции до подвижного состава работы линейного электродвигателя и магнитной подушки, то КПД где-то меньше 15%. Это коэффициент полезного действия паровоза. То есть этот транспорт, который должен был быть экономичным и эффективным, оказался менее эффективным, чем самолет даже. Мы знаем, что самолет очень неэффективен и очень затратен. Так это еще менее эффективная система. И это же делали тысячные коррективы инженеров. И делали десятилетия. Есть вещи, которые очень трудно спрогнозировать, да. И поэтому мы тоже создавали и подвижной состав. Причем за это время вот мы сделали 12 моделей и 5 из них сертифицированы модели. Но кроме этого есть еще на Кульманах, образно говоря, но в компьютерах у меня тетрадочке в клеточку. Это моя рабочая тетрадь. Еще в работе около десятка моделей. Но они уже, наверное, четвертое поколение плюс, если не пятое поколение. Это уже с счетом всего того, что мы испытывали, узнали. И главное, для чего нужны тестовые трассы и полигоны испытательные. Для того, чтобы показать, смотрите, какие мы умные, как мы хорошо все это сделали. Как мы знаем, да. А чтобы найти недостатки, и нам знать надо в первую очередь недостатки, чтобы устранить их и выйти на рынок с совершенным продуктом. И поэтому любая компания инжиниринга, которая продвигает какой-то продукт на рынок, она неустанно работает и совершенствует каждый день, чтобы всегда на несколько шагов быть впереди конкурентов. А не просто сидит и на лаврах почивает, потому что их просто обгонят. Очень быстро. А те же китайцы, да. Потом эта работа все время у нас ведется. Да, она не видна, но она ведется каждый день. И я, в том числе, эту работу делаю и руковожу этой работой. И вот за это время мне удалось создать, да, несколько школ научную, инженерную, конструкторскую, проектную, где уже больше тысячи инженеров. работа, обученных, знающих, в том числе, получивших опыт на собственных ошибках. Как же без опыта? И в науке отрицательный опыт – это тоже опыт. Лучше получить какую-то проблему на тестовой трассе, чем потом, когда ты построишь уже адресный проект, и там будут проблемы. Вот, допустим, где-то недоработана, там, подвижной состав или путевая структура грузовой трассы. И представьте, что ввели объект в строй, и там что-то сломалось. И вот сутки трасса стоит не работает. А за сутки убыток компаний, которые слияют, вот, добычу, перевозку, допустим, там, руды, а это, может быть, десятки миллионов тонн в год, то убыток за сутки простого может достигать, там, 10 миллионов долларов. И кто заплатит убытки? Тот, кто спроектировал, тот, кто сделал. Мы не должны этого допускать. Поэтому тут, как раз, некоторые вещи мы делаем даже не совсем так, как нужно, чтобы быстрее получить результат, допустим, по шумам. То есть, поэтому неровности пути должны быть больше, чем, допустим, мы планируем потом в адресных проектах. Тогда мы быстрее получим результат. Или там, по долговечности или по износу. Мы же не можем сто лет испытывать, чтобы понять, какие износы. Поэтому где-то это все происходит ускоренно. И это сделано осознанно. Причем, это получить дешевле. То есть, надо меньше денег. Бюджеты всегда у нас ограничены. Мы работаем с колес. Все время работаем с колес. У нас нет запаса. Так. Никогда и не было. Поэтому здесь, тестовая трасса делается с учетом всего этого. И мы уже получили, естественно, серьезный результат. Это видит уже весь мир. Все работает так же, как мы говорили, и как я декларировал многие годы, даже десятилетия. Что-то мы создаем самые безопасные, самые экономичные, самые экологичные, самые комфортные, самые доступные транспорты всех существующих. Это уже очевидно, да? То есть, не надо видеть какие-то огрехи в каких-то отдельных местах, как там говорят «Ой, а где головка рельс?» «Ой, там жавчина». Так жавчина, рельсы же дорожные. Пусть посмотрят, они все ржавые. Что это там? Жавчина опасна там, где она приведет к снижению долговечности или приведет к проблемам. А где она не опасна, пусть она и будет. Ничего страшного, да? Тем более, цель была не устранить жавчину, а другая. И эти цели мы достигли, да? И получили результаты, чтобы понимать, как совершенствовать все типы подвергного состава участия. И низкоскоростной, и высокоскоростной, и гиперскоростной, и грузовой, и пассажирский, и городской, и все остальные, и маломестные, и многоместные, и поезда. Мы получили все эти результаты. Они у нас есть. И требования наши, внутренние требования, а не мнение троллей или там недоброжелателей, которые не понимали, когда увидели самолет братьев Райды, говорили, так что это за машина? Она ж хуже паровоза. Посмотрите, она там 6 секунд полетела, тело, а потом это упало все. Как можно? Посмотрите, он тарахтит там это. Она ж в любом моменте вот, что пройти, все это разобьется и так далее. Значит, не паровоз, который идет уверенно по рельсам, да? Так, и тогда ж так говорили, ну авиация состоялась, благодаря полет убрать и в Рай. Так вот здесь КВС состоялся не потому, что в Озерах мы сделали тесты первую трассу, там была имитация, там был фактический стенд, а потому что мы показали здесь, что струнный транспорт, он есть, и он отвечает всем требованиям, да? А дальше, чтобы выйти на рынок и захватить его, а мы уже выходим, у нас огромное количество предзаказов, мы ведем переговоры по всему миру, и очень много, на самом деле, уже в работе адресных проектов. Просто мы об этом не говорим, и об этом нет необходимости. Это, такие вещи любят тишину, говорят, там деньги любят тишину. Если с мешком денег пойти еще с прозрачным по городу, интересно, долго можно походить с этим мешком денег, а? Платили на пакете, вот так, миллион долларов, так по городу пошел бы, говорит, смотрите, у меня деньги есть, ну кто-то так делает. Так же с инновацией, если их, в прозрачном образе говоря, мешок положить, да потом ходить и всем рассказывать, показывать, так долго ли этот бизнес просуществует? Нет, конечно, да? Поэтому, естественно, мы не все рассказываем, не все показываем, и это не нужно делать, я это прекрасно понимаю. Я патентовед и патентный работник, и специалист в области институтальной собственности, и прав на институтальной собственности. Я знаю, сколько это стоит, как это легко можно потерять, и как тяжело это защитить, да? Поэтому мы получили все эти результаты, и демонстрируем всему миру, и продолжаем демонстрировать. Естественно, совершенствуем то, что мы сделали. И здесь уже тоже вот, скоро мы начнем стоиться шестой линией, уже опоры стоят, так называемая Санта-Барбара. Ну, там, когда вдоль посмотришь, там, как составка, там, помню, это тоже сериал, бразильский что ли. Ну, вот мы так, между собой называем Санта-Барбара. Наверное, скоро там будет путевая структура, именно та, которая будет удовлетворять требованиям по долговечности 100 миллионов циклов. И там пришлось в силовых элементах отказаться от сварки, потому что перейти на высокопрочные болты, где трение держат, зажимаются болтами высокопрочными, сейчас и мосты, собственно, все переходят тоже на это. Потому что эксплуатация и расчеты, а мы уже создали свои методики расчетов, и мы уже пользуемся требованиями международных нормативов, в том числе в строительстве мостов и эстакад, в том числе в объемных Арабских Эмиратах, где требования ЕСовские, Американские. И вот по циклике, когда много циклов нагружения. Вот в строительстве, например, там стационарная нагрузка, там широко используется сварка. То, что вот нагрузка, вес там, даже снеговая нагрузка, ну что раз в год насыпало снега, нагрузка увеличилась. Ну, это как статическая нагрузка, там нет циклов. Ну, циклов один раз в год. А у нас же каждый пресс колеса – это цикл. Если взять даже просто проволочку, вот так вот начинать ее гнуть, вот много циклов, то сварка начнет нагреваться, а потом ломается. То, что материал устает и разрушается. Есть требования к, это уже опробировано на практике, в том числе в мотостроении, какие напряжения допустимы, например, вот в циклике, чтобы выдержать там не меньше 100 миллионов циклов нагружения, а эта структура будет не менее 100 лет. И оказалось, что, например, сварка в статике может держать там 2, 3, даже 5 тысяч килограмм на квадрат сантиметр. И у нас есть сварные конструкции равнопрочные, где такая вот прочность сварки. То есть она в сварном шве, прочность равна основам металла. То есть она равнопрочная, да. Но в циклике многие нормативы, во многих сторонах норматив допускают напряжение, если вот 100 миллионов циклов сварки, не более 250 килограмм на квадрат сантиметр. Поэтому не важно, чтобы сварка прочная. Она не вырежет циклику и развалится через 10, 20, 30 лет, да. Естественно, мы столько лет не испытываем. И у нас нет такого количества циклов. Мы можем это прогнозировать, мы можем это считать, и в том числе обращаясь к тому опыту, который получен в других странах. И поэтому мы здесь, например, перешли на болтовые, на высокопрочные болты. Естественно, это потребовало перепроектирование всей системы. Поэтому я в свое время когда-то понял, я установил стройку. Мы вообще могли ту путевую построить еще в прошлом году. Но мы до сих пор еще не строим. И вот сейчас, вот уже скоро начнется строиться путевой, где как раз вот эти требования все учтены. Где есть полюбившаяся всем, будет головка рельса, всем троллям, а не где, где, где головка рельса, ай-яй. Все там будет. Причем головка рельса, которая простоит в столе. И там будет ровность пути такая, какая нужна. И подвижный состав будет таким, как нужно, чтобы выйти на рынок. Уже действительно с серийной продукцией, а не что-то похожее на то, что было раньше, как допустим вот в мобильную связь эти и так далее. Ведь мобильник стал особенно популярным, когда появился айфон. Это была заслуга Стива Джобса и даже не его, потому что это не его разработка. Он просто поддержал тех, кто пришел к нему с этой разработкой на самом деле. Так это же появилось решение не сразу, когда Apple была создана компания, а лет через 30 после создания Apple. А мы-то существуем здесь всего-то пять лет. И уже у нас решение, которое такого не как айфон, допустим, мобильная связь. Они есть и сейчас это будет уже все продемонстрировано. При этом нам пришлось перезаключать договоры с поставщиками металла, проката, оборудования. Пришлось разрабатывать новую технологию строительства и монтажа. Причем такую, чтобы потом использовать в строительстве адресных проектов по точным методам, чтобы скоро строительство было выше и так далее. При этом это все делается для условий северной страны. У нас бывают морозы. У нас, как ни странно, зимой идет снег. Это может быть для коммунальщиков там неожиданно еще. Опять зима, опять надо снег. Опять мы не готовы убирать его. Так мы-то знаем, что зимой-то будут морозы и снег и так далее. И поэтому, естественно, что-то проектируется под вот эти требования северной страны. Но сейчас мы активно работаем в Эмиратах, и там очень много заказов, и там есть очень серьезная поддержка. Но там совсем другой климат. Ну нельзя, допустим, сделать автомобиль для Африки, легкого. Потом он говорит, купите для Сибири. Какая рынца? Ну там в Африке же ездят, там жарко, а у вас там холодно. Ничего. Так каждый автомобиль надо проектировать для определенной климатической зоны. Даже автомобиль и все остальное. И тоже самолет, понимая, что он поднимается на высоту больше 10 км, где температура воздуха падает до минус 50 градусов, и не важно, где он летает, в Африке или на севере, он должен быть проектирован, в том числе, на такую температуру. Потому что он летает на большой высоте, где очень холодно. То есть надо понимать, в каких условиях, в том числе экстремальных, будет эксплуатироваться техника. Это относится и к СКВ. Так вот условия в Эмиратах совсем иные, чем в Белоруссии, или там в России, или я не знаю, если мы в Финляндии будем строить, или в Великобритании, или даже там в Канаде. Там совсем другие условия, это тропики. Более того, там еще пустыня. А пустыня – это очень большие проблемы. Вот у нас, или транспорт, как имеется в виду, у нас снег, и вечно проблема, и борьба со снегом зимой, или обледнением с наледью и так далее. А там с песком, и в интернете даже поискают ролики про Эмираты, когда там километры дорог засыпаны песком, когда нельзя просто ехать автомобилю. И они каждый день вынуждены чистить от песка дорогу, как у нас зимой от снега. Причем песок более агрессивный, чем снег, он же попадает в узлы, куда угодно, в двигатель может попасть, и все это просто выйдет из строя. Потому что мелкие частички пыли залазят в любую щель. Поэтому это накладывает определенные требования, и мы должны это все опробировать. И, кстати, из-за песка до сих пор не строят железные дороги, серьезно не строятся на Аравийском полуострове, потому что там просто железную дорогу засыпают песком. И как ехать поезду? А как ты будешь эти шпалы и рельсы чистить, да? Вот, допустим, это проблема. Потом плюс 50 – это в тени может быть жара, а на солнце может быть 60 и 80 градусов. Это тоже серьезная проблема, так? Очень высокая влажность. У нас нет такой вот влажности. А там, когда выходишь из офиса или там с автомобиля, где кондиционер, такое ощущение, что ты попал в сауну. Все сразу запотевает, ты просто ничего не видишь. Такое ощущение, что ты в сауну попал, да? Так, естественно, машина должна испытаться, ну, работать каждый день в таких условиях. Солей много агрессивных в воздухе, в почве – это тоже очень серьезная проблема. И не факт, что те небоскребы, что построены, там простоят долго, потому что там идет разрушение и фундамента, и арматуры фундамента. Потому что тоже серьезная проблема, мы должны это тоже учитывать, да? Ну, и то, что, допустим, транспорт должен быть электрифицирован. А здесь в силу ряда обстоятельств, о которых я говорил, мы не сделали электрификацию путевых, потому что мы ездим здесь только на накопительных энергиях, ну, как электромобиль, да? А лучше, когда он работает, транспорт эффективнее это сделать, когда он работает как трамвай или как троллейбус, когда есть контактная сеть. А у нас несколько вариантов контактной сети. И в силу ряда обстоятельств мы, естественно, вот пять линий, которые построили, мы их не электрифицируем в путевой структуре. А вот шестая линия, вот так называемая Санта-Барбара, там будет электрификация. Да, ферма здесь электрифицирована, но это для испытаний, там она не выдержит тех штатных напряжений, токов и так далее. Это просто для апробации, без соответствующих мощностей. А вот там путевая будет сделана так, чтобы и в том числе могли ездить тяжелые машины, Юниконты весом с грузом 35 тонн. Мне тоже, я как рассказал в своем выступлении, вот 35 тонн груза. Мне говорят, ой, Юниска же обещал 50 тонн машину. Так это груз 35, а машина, естественно, тяжелее. И даже не 50, а 52, 55 тонн будет. Вот такие машины и с мощностью иногда развиваемы до 1000 киловатт. Когда большая мощность нужна при разгоне и когда мы, допустим, едем в гору с уклоном определенным. Поэтому мы должны пробирать вот такие нагрузки. И как раз в этой трассе строится с учетом всех этих требований. И в том числе мощность, запитки, участка трассы где-то порядка 1000 киловатт. Это достаточно серьезная мощность. Но это, опять же, я повторяю для условий северных. А в Эмиратах мы строим первую трассу. Мы фактически повторили то, что мы сделали здесь, в этих технопарке, чтобы показать. Ну, это уже мы пробировали. Мы даже могли быстро достаточно сделать, что струнный транспорт работает. И это произвело фурор уже. Потому что сколько у нас было демонстраций, сколько там и шейхов приезжало, и серьезных чиновников из разных стран, инвесторов, чтобы убедиться. Да, работают в этих условиях. Поэтому эта тестовая трасса была скорее демонстрационна. А вот еще у нас там будут три линии построены. Вторая, третья и четвертая. Ну, они будут поэтапно. Где мы демонстрируем уже то, что пойдет в серию в условиях Эмирата. В первую очередь для тех проектов, которые уже у нас в работе в Эмиратах. Никто, ни один заказчик, ни один, никогда не закручит контракт на сотни миллионов или миллиардов долларов. Они же не идиоты. Не убедившись в работоспособности системы в своей стране, в своих природно-климатических условиях. Под теми нагрузками, которые там должны быть и так далее. С теми скоростями, какие должны быть и так далее. И поэтому это мы фактически делаем тестовые демонстрационные трассы уже под конкретные проекты в условиях Тропико. Если мы сейчас это не будем делать, то я могу сказать, у нас не будет контракта. И у того же Сименса был контракт только потому, что он с Китаем. Что они показали в Германии такую же трассу, которую потом построили в Китае. Не что-то похожее, не какую-то там модельку, а один в один. Это держание трассы, это комплекс. Следующий комплекс. К тому же Форду было проще. Он делал просто автомобили или Боинг, он просто делал самолет. А они что, создавали инфраструктуру? Тоже Фордж то, мосты строил, проектировал. Может, дороги проектировал и строил потом асфальтовые. Может, гаражи делал, вокзалы, пассажирские станции. Может, он создавал автоматическую систему управления и много чего другого. Нет, просто делал машину, автомобиль. Так это маленькая часть комплекса, как и наш подвижной состав. Так мы там должны продемонстрировать весь комплекс, в том числе стелочные переводы, в том числе депо, которое должно работать. В том числе там, где ремонтные мастерские, где должно все ремонтироваться. А как же без этого? То есть весь комплекс мы показываем. Причем то, что пойдет потом в серию и в адресные проекты. Поэтому это абсолютно неверное представление не очень умных и не очень образованных людей, которые думают, что мне делать больше нечего, я бегаю по миру и строю эко-технопарки. Все не так. Я создаю бизнес. Очень серьезный. Самый крупный за всю историю цивилизации. Если мы не сделаем эти шаги, этого бизнеса не будет. Это да, да. В этом случае я тогда обманул инвесторов. Бизнеса нет. А я обещал его создать. Поэтому я стелочный выполнял свои обязательства. Обязательства. И поэтому это не значит, что мы и вот из Беларуси не работаем вот с этими вариантами путевых подвижных составов заказчиков. Работаем в том числе в странах Европы. И тоже я не буду называть даже страну. Очень близко у нас уже там тоже получение ряда контрактов. Причем те проекты, на которые я еще выходил и предлагал недвадцать назад, ну это никого тогда не заинтересовало. А что, картинки или ЗИЛ должен кого-то заинтересовать? Нет, естественно. Но если хотите показывать айфон в картинках и носить с собой мобильник в виде чемодана. Говорит, вот мы и вот скоро кайф айфон выпускать, дайте нам там миллиард долларов на строительство заводов. И закажите сразу вот партию айфонов там на миллионов сто долларов. Купите сразу там сто тысяч штук и потом продавайте, да? Ну кто ж пойдет на это все? Это же очевидно, что это не произойдет. И в отличие, допустим, от айфона, где это законченный продукт, который весит там, я не знаю сколько, сто двести граммов. Это маленький и стоит недорого. А теперь представьте, чтобы айфон там весил, вот наша трасса длиной сто километров, это будет, ну, наверное, сто тысяч тонн металлоконструкции. Айфон, повторяю, грамм сто биться, да? Ну и цена будет не ты, там, не пятьсот долларов или тысяча долларов, а, ну, допустим, пятьсот миллионов долларов в миллиард. Надо же понимать правительство. Это же совершенно другая продукция, другой продукт. Ее надо продавать по-другому, а не как зубную пасту или там, я не знаю, очень модно. Вся реклама, в основном, половина на прокладках. Так, они, конечно, нужны, но их продать проще. И продается отдельному человеку, а мы не можем человеку продать комплекс, дорогу. Мы можем продать государству, министерству, крупной компании, которые умеют счетать деньги, которые умеют анализировать и умеют в том числе смотреть на риски. Если будет сырой продукт, не проработанный, не сертифицированный, не проработанный и так далее, то есть риски, что ничто не заработает. И тогда у них будут проблемы, и они, естественно, не будут идти на вот, не будут выступать в качестве заказчиков вот на такой дорогостоящий продукт, как комплекс, транспортно-инфраструктурный комплекс. Поэтому, еще раз повторяю, что у меня нет цели бегать по миру и строить акотехнопарки. Я вообще-то не бегаю, я работаю плодотворно в Эмиратах, где уже работает достаточное количество персонала, это наш персонал, это то, что принадлежит группе компаний «Скрилы». Сейчас мы там уже создали строительную компанию, она есть и здесь строительная компания наша в Беларуси, ну и там тоже уже под те условия, которые уже начнут сейчас строить. То есть тестовая демонстрационная трасса в Шарже, получая опыт работы в этих условиях, а там условия совсем другие. Нельзя там на жаре 50 градусов работать на солнце, например. Так, и кадры совсем другие, совсем другие, к ним даже подходы другие там и так далее. Надо же этот опыт получать. Так, и мы получим этот опыт, и чтобы потом уже этими же кадрами и проектировать, и строить адресные проекты в объемных Арабских Эмиратах и в других странах Перчицкого залива, и не только там, но и в других странах, где подобные природно-климатические условия, то есть, ну короче, в тропик. Это и Африка может быть, и Южная Америка, и Австралия, и Индия, и тоже Юг Китая. Это много стран, с которыми мы тоже сейчас работаем. Ну, естественно, вот Индия Африка не просто где-то там в пустыне, а он на территории, фактически, это территория Американского университета в Шаржи. Это их территория, она вынесена за пределы вот самого университета, там, это огромная территория, там больше квадратного километра. На скидку 2-3, может быть, квадратных километра, где была пустыня, а потом сейчас там цветущие сады и огромное количество зданий, где учатся студенты, в том числе, там даже и преподаватели есть, и даже студентский городок, и там даже преподаватели живут, тоже на этой территории есть у них. И это, ну, фактически, не просто университет, а еще городок университетский, так, и там учатся около 50 тысяч студентов. Для сравнения могу сказать, что это два раза больше, чем в Белорусском государственном университете, самом крупном университете в Беларуси. Там два раза больше. Причем где-то там в одном из зданий фойе так висят флаги по кругу. Это из каких стран там учатся студенты. Я до 100 дочитал, потом сбился со счета. Больше 100 стан, короче. Белорусского флага там никто из Беларуси не учится. Поэтому и там среди учредителей университета и попечистского совета очень много известных людей со всего мира, в том числе и Соединенных Штатов Америки. Поэтому называться Американского университета в Шаржи. Это такое знаковое место. Естественно, это способствует привлекательности технологии Скайвея, потому что нам доверили самое такое знаковое место. И, кстати, это выбор его высочества шейха Шаржи. Вот есть технопарк, а он до этого уже был спроектирован, когда мы пришли туда. Он сказал, перепроектируйте и отдайте Скайвею вот эту самую главную часть, когда там дорога идет к университету, чтобы, говорит, прямо вот рядом постройте. Они там не на задворках, чтобы я ехал и увидел красоту, любоваться Скайвеем. Это слава шейха. Так? Это его был выбор. И они перепроектировали за свой счет, не за наш. Представляете, там всю территорию, это, наверное, там, я не знаю, гектаров, может, 200, если не больше. Нам выделили там, это тоже распоряжение было шейха, 28 гектаров земли. Но это процентов 10, наверное, поэтому там гектаров, наверное, 200 точно есть. И они полностью вынуждены были перепроектировать вот эту огромную территорию, где, в общем-то, планируется, что там будут работать сотни компаний инновационных, не только Скайвеем. Так? Поэтому вот даже вот этот вот подход, вот технология, вот она, вот будущее, да? Ну, это тоже говорит о том, что уже власти эмиратов поддерживают нас, понимают это. Какое будущее за технологиями Скайвеем, в том числе для их страны, да? И, естественно, дают определенные преференции, потому что та земля, вообще-то, если рыночная стоимость ее покупать, ну, я думаю, она стоит не меньше 700 миллионов долларов под эти тестовые трассы, да? И нам дали на всю длину участка, но он там 2,8 километра длиной, поэтому вот на всю длину мы построим тестовые трассы. А все остальные уже компании, технологии будут за нами в этом технопарке, то есть мы самое видное место, это у нас, да? Это же говорит, наверное, много об отношении к нам, а они, как в Беларуси, нам не дали продлить трассу до 20 километров. Хотя она, чтобы получить потом скорость 500 километров в час, потому что, по мнению ряда чиновников, не буду называть их фамилии, птичек много погибнет, видимо, не видимо. Это же как же, унивус помчится. Это же все, как до этого там был министр науки, ну, представляю, комитет по науке в свое время, когда Александр Григорьевич Лукашенко поддержал проект и дал поручение поддержать министром. И вот мне, он сказал, его в своем кабинете сказал, через мой труп, я даже не понял, так это же когда, говорит, ваш юнивус поедет над лесом, все листья с деревьев падут, и в Беларуси нет одноразовых шприцов, а мы будем какой-то струнный транспорт финансировать через мой труп. Вот отношение чиновников местных и отношение чиновников, допустим, в Эмиратах, оно абсолютно другое. И поэтому там в этом плане комфортно работать, понимая поддержку, изинтересованность на самом высоком уровне. Ну, еще место расположения, опять же, тестовых трасс и демонстрационных трасс тоже влияет на восприятие в мире и отношение в мире к этим технологиям. Я помню, как я, когда вез первую заявку на патент по струнному транспорту из Германии, поехали на машине через Францию в Швейцарию, в Женеву, там, в Центр ВАИС, в Семенной Организации Транско-Собственность, куда я подавал заявку и наличным привез. Так меня вообще арестовали на границе Франции и Швейцарии как какого-то мафиози русского. Потому что там достаточно много, что я русский, хотя я не русский, я белорусский, да? Ну, это вот, а, русский, ну, все, мафия, значит, все, стоп. И начали там это. И потом, когда в конце концов разговаривали, что мы просто ведем заявку, отпустили. Но все равно, когда мы разговаривали уже с пограничниками, которые вот как раз нас задержали, откуда мы, что мы, когда сказал, что, ну, я из Минска, он говорит, а где это? Человек с высшим образованием офицер, это не просто, он говорит, а где это? Ну, как где? Это же столица Белоруссии. Белоруссия? Белоруссия? А, говорит, это Сибирь, это за Уралом. Да, 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 говорит, я знаю. Представляете, какое мнение о Белоруссии, где наши тестовые трассы, оно у многих в мире, да? И на том фоне, допустим, Дубай, ну, наверное, все знают, что это Дубай, во всем мире. Там такое, да, небоскробы, пальмы эти вот, отели, офисы мировые, там, если, и множество компаний там работает, да, известных всему миру. И вот отношение, где мы демонстрируем, вот к этому, тоже очень важно. И, естественно, многие даже не хотят ехать в Белоруссию. Многие из серьезных инвесторов крупных, зарубежных, я имею в виду. Многие чиновники не хотят сюда ехать. Нет, говорят, что мы туда поедем, за Урал, в Сибирь, то вы лучше здесь покажите, тогда мы, может, купим, да? И поэтому вот место, оно стратегически верно было выбрано, Эмираты. А уже Шуашажа, Дубай, Абу-Даби, это уже не столь важно, это все равно одна страна. И место такое знаковое, куда едут с удовольствием инвесторы со всего мира, заказчики со всего мира, вовсе на самом высоком уровне. И как подтверждение, когда был саммит мирового правительства, так называемого, в Дубае, это, да, это был прошлый год, весной, и там, где со всего мира съехали правительства многих стран, так, на этот саммит, было всего представлено вживую, две инновации, Skyway и электромобиль компании Jaguar, всего две инновации было. У нас было две машины, Unicar и Unibike, а у них стояла одна машина. Вот все инновации мира были там представлены, да? И все, кто там был, естественно, это увидели. И, соответственно, саммит ровно определенное мнение и отношение к Skyway, так. Это очень, тоже очень важно. И поэтому мы участвовали, участвуем в Экспо-2020, который, к сожалению, из-за коронавируса перенесено, да? Ну, это уже не наша вина, что так, пандемия возникла, так, и перенесли сроки. Поэтому, ну, в любом случае, в следующем году будет, мы тоже будем участвовать. И более того, мы уже можем до Экспо, я не знаю, так оно станется, 2020 или 2021, но уже не важно, мы можем до еще открытия вот этого Экспо уже продемонстрировать работающие системы в Шаржи, в инновационном центре Skyway, в технопарке Американского университета в Шаржи, работающие системы, которые уже к тому времени будут сертифицированы. Это в следующем году произойдет. И мы сделаем, фактически, еще один выставочный комплекс рядом с Экспо. И это тоже место знаков. Это, естественно, продвинет проект, увеличит количество заказов и продвинет проект на рынок, на мировой рынок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова